всем всем привет вчера работала целый день соседкой на клумбе ну не только на клумбе вот там вот работали через дорогу все сажали с ней все переворачивали землю землю компост ну короче работы непочатый край и сегодня снова работать работать так вот мои клумбочки какие симпатичные шелуха нет скорлупа это не шелуха это скорлупа пахнуть нехорошо перестала больше не пахнет так что так вот если есть у вас где-нибудь знакомые которые работают на производстве уберите и укрывайте зато не будет гусениц гусениц всевозможных и улиток вот этот кустик в прошлом году сожрали здесь ну именно сажать потому что это было не кушанье это было такое жорво прям настоящие смотрите какие они красивые как они долго цветут кто-то меня спрашивал они целый год цветут они целый год наверное цветут потому что они вот отцветают я же не обрываю их не обрезаю они и сами сеются сюда сами отцвели сами посеялись так розочка тайфун это моя первая роза которая зацвела так вот сюда видите тоже посадила нужно бы я просто боюсь тут маленькие розочки видите какие маленькие и они их забьют и все-таки вот они пьет естественно тут еще березы пьет так розочка тайфун покраснела была желтая в серединке была желтая вот и серединку показала а по краям была красная покраснела вся вот такая тайфун спреевое светение остальные все сидят сидят спокойно и ничего не говорят ох надо было очки взять посмотреть будут батоны батоны естественно будут бутоны или нет я не знаю что то я ничего не не вижу так вот бутончик кажется маханьки маханьки все может быть что будут свистеть ладно нужно мне начать начинать работать да что же я прям сегодня никак от вчерашнего не отойду очень вчера устала позавчера на даче вчера здесь так это вот выращенная мной петунья красная но я не прям не в восторге от нее поэтому покупаю помимо того что сама выращиваю еще покупаю в питомнике так вот это вот вот видите какая миленькая гвоздика травянка самос это и шульцая она так у меня вытянул вытянулась дома и посмотрите она засохла земли тут мало ей бедненькая моя я ее постригла вот такая сейчас видите высохла вся вот такая сейчас я ее посажу так на что тут эти клеточка так это я буду цветная гортензия попробую есть у меня там один цветок я его прошлом году покупала он был красный очи так вот фиолетовый был в этом году вылез зеленый это что нам продают их как это нам продают так но это я естественно буду кормить буду кормить когда солнце полностью уйдет туда за дом это я еще буду сеять опасные цветочки маргарита хабанера почему опасные потому что равно разносится по всему огороду по всей клумбе так вот это посею очи так сулутан а что симпатичные такой у меня там есть место под березкой почему-то ничего еще туда почему покровочка не затянулась мыть иголочку посею так но это я буду уже обрабатывать кому-то может быть железа не хватает кому ну вот это вот все защита от пустоцвета стимулятор роста так ну естественно моя аптека ага без аптеки не как перекись водорода аммиак а вот знаете что у меня есть но зеленое мыло само собой я его всегда ношу с собой нужно будет ну налью значит налью нет значит за если забыла ничего страшного я считаю так вот кристаллон для роз где-то у кого-то я видела рекламу девочки какой-то не помню и вот решила я себе купить фертика разбавлять это жидкое удобрение жидкое вот здесь написано да сейчас прочту мои очки не взяла 500 миллилитров то есть пол литра здесь на 50 литров разбавлять вот видите так ну ка читай тоже мне не балуй тоже не видит ничего камера вот ну а если вы купите если вы думаете такое купить то на 5 ой на 50 литров то есть вот это целая естественно вы столько не будете разбавлять там колпачок или шприцом наберете миллилитры эти вот так зеленое мыло это естественно люда себе взяла а как же без чая и без зеленого а еще знаете что я взяла вот 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 так это моя тяпочка а ну да это мой поглебальничек вот что еще взяла я думаю если я смогу успею если не тяжело я подкормлю розочки монокалифорспат ну то же самое что я делала на даче и вот у меня диамофоска то есть ну вот они очень много страдали очень поэтому много слепышей у них очень тяжело они выходили с этой зимы вот вот у меня даже записано июнь июль август то есть спокойно себе можете кормить свои розы или какие-либо другие цветы здравствуйте здравствуйте вот и вот это если я вдруг встречу вот этих друзей товарищей ну извините что я могу поделать если они переносят такую как у бяку короче так вот у них естественно тут вдруг прекратится кого-нибудь подвязать так что вот так вот вот фертика если есть такая но не обязательно фертика вот можно вот это я не помню она что-то не дешево стоит где-то до 200 рублей может даже больше нет сомневаюсь если больше я бы не взяла вот пожалуйста кабамидик мало ли кто кому тяжело вот такие вот покупайте зачем дорогущие все покупать они у меня и так цветут прекрасно всей этой дороги визне по самой обочине дороги вот и дорога вон там наши клумбы лавочки сажаю маргаритки и конечно возможно они пропадут эту зиму потому что сюда бросают снег а снег у нас солью посыпают страшные ужасные оба еще раз посадим ничего страшного вот это вот вот эти маргариточки они с прошлого года то есть их как-то так не забросали вот так вот заборчик у нас новенький сделали так вот вот это вот кто бы сказал мне что это за цветы очень они симпатичные но не любят не любят расти в ложбинки там где сыра со пересаживаем их третий раз пересадили сюда все цветут замечательно чувствует себя замечательно так вот это вот это вот это дикая герань это не мы не покупали ее мне кажется не помню короче вот она везде вот это вот герань к так ну и маргаритки вот это вот макрицу эту постоянно надо вырывать и на она иначе она заполонит вам все за неделю так вчера посадила полить надо вот он бархатец один сейчас полью так ну и вот так вот вот здесь у нас пузыреплодник тут у нас барвинок барвинок уже простой все варегатный сажать больше не собираюсь так там дальше ничего не посадишь потому что там плиты там идет какой-то водопровод и непонятно ну мы рады что есть хотя бы клочок так анюты на глазки или кто это я не знаю но анюты на глазки да наверное так вот эти цветочки мы сажали за примула наверное она полу дикая такая вот ничего там ее выжгли конечно солью здесь она растет замечательно так идем идем это уже я сегодня тета вчера я посадила эти сегодня уже досаживаю так вот моя бутылочка поливаю водичкой сразу же так девочки я не буду больше говорить кто это такой надо написать табличку ее его имя этого цветочка ну отцветает уже так вот еще вот один бархатец и он когда разрастется если приживется будет очень даже ничего симпатичный в каждую ямку я сыплю ну хоть что-нибудь потому что здесь земля понимаете да все с дороги все подметается в лесок всякая гадость диамофоску сыплю вот который у меня написано июнь июль август тоже то есть можно использовать все эти три месяца вот видите как подсыпаю подсыпаю скажете пождет корни все такое да ничего на не пошли вот поверьте мне вот маргаритка надо такой степени выносливый цветок и я бедную топчут и уже и сажают так что вот прижимаю сажаю прижимаю а где они у меня вон он и вон он у меня ведерочка так это смыть варегатная за ней нужно следить вот видите оборвала чтобы не было семян потому что семена и разбрасывается и повсюду и будет бедобедовая дверь а он сидит вот так вот видеть в ведре чтобы не расползался хоть принципе можно бы было чтобы расползался так вчера я там бархатцы насажала сейчас уж покажу так значит все сгорело от соли не сгорела уже кажется снимала этот чистотел да и вот я его вырастила чистотел вот так вот было по одному одной былиночки посмотрите как разрослось я думаю что он разрастется и здесь будет сплошной талер а пусть будет здесь посадила лилии которые самые разрастаются семенами вот опять тот же самый красный жук и в лилиях странный жук я вам скажу почему-то кушает только лилию не никак я его не вытряхну ну-ка давай влазь шик ты посмотри а и как не сорвешь его чем крепко так сидит почему-то лилия одни кушать так здесь гелихризиум посадила я надеюсь вдруг он зацветет вдруг ему дадут зацвести бархатцы посадила вот они крепыши такие вечером возможно полью не знаю посмотрим как смогу вот и опять лилии вот снова лилии снова бархатцы здесь закрыла веточками шиповника для того чтобы коты не ходили испражняться но любят они травочку такую вот ой травочку земельку мягонькую так это соседка сажала какие-то колокольчики какие-то табаки табак табаки у них очень большие такие колокольчики и вечером очень они пахнут ну вот посадила и как говорится слава богу так это рябинник вырастает два с половиной метра если его не подрезать вот этот кленовидный какой-то там тоже такими красненькими маленькими цветет вот и тут тоже табаки эти вот они и папоротник я купила вот он большой сейчас я конечно подойду к нему потому что строил он 200 рублей целых 200 рублей вот такой высокий вот такой красивый загородили для того чтобы ребята не подошли и не скосили надо бы еще одну такую беленькую вот чтобы его прямо городить и городить травку мы сорвали потому что вот что здесь было а там уже все отсвело верить и почему-то никто не косит очень странно половину скосили половину нет вот а вспомнила как зовут вот этот вот дейция как она зацветает красиво вы себе не представляете дейция да вот он кустик у нас там есть конечно на клумбе и вот тут есть вот она скоро скоро вот она огорожена дайте я но насколько я спрашивала алиску насколько я смотрела везде кусты эти написано что это дейция ох вот наша горная сосна вот она надавала маленькие отросточки вот она сидит сейчас я приближу немножко просто я не смогу туда шагнуть так далеко просто сосной уложено это человек обрезал свою сосну я набрала оттуда веточек вот она маленькая такая хорошенькая но до сбоку все будет хорошо так дельфиниум вот туда высадили ну я не знаю там просто плиты туда уже ничего не высадишь так забыла как зовут а там кустик красненький ну и все вот турецкая гвоздика турецкая не китайская вот турецкая в этом году она должна зацвести вот эти как естественно столб а куда нам стал быть одевать вот так вот пузыреплодник который соседка обрезала очень за хорошо пошел пошел себе пошел потому что так-то он жиденький было так посмотреть какие кустики стали нам тоже хочется красоты только я боюсь если тут что-нибудь прорвет с водой вот они плиты то всему всем этим насаждением конечно понимаете да так вот эта ромашка которая которая очень пахнут у нее вот листики просто замечательно пахнут и цветет она очень хорошо очень красиво но очень она агрессивная вот все что будет цвести все высеется и все зайдет вот так вот так а ну да не забудки какие красивые сам себе высеиваются сами растут а вот это я не сажала вот это вот это что такое фиалка что ли какая то вот листики какие видите странно что это такое так вот этот колокольчик вот это вот какой-то там не помню не помню так ладно пойду я досаживать маленьких беленьких красоточек потому что все таки я привезла их позавчера еще да и нужно их посадить и пролить хорошо так ну чтож пошла людо работать такой нежный пьем ох какой нежный это не тюльпаны это прям настоящие пионы представляете и как они долго цветут может быть поэтому их и не сорвали потому что они поздние просто невероятные какие ну правда натуральные пионы смотрите какие ну вот здесь завалялись два за тесались ли как сказать обыкновенных но вот это тоже я скажу необыкновенный и рассел посмотрите один-единственный вот где бы их таких я бы взяла их купила он просто один-единственный попался наверное каким-то пересортом какой он необычный ты же посмотрите зеленая красная желтая три цвета да зеленый желтый красный какой он необычный какой он красавчик как он выделяется конечно и выделяется и всего этого и вот этот розовый и вот этот белый и красный и хочу показать вчера розочку посадила от полины козловой бедные они меня бедные вот одна вот здесь вот нужно сейчас бутылку с дырочками принести потому что он задохнется ночью он просидел ничего страшного то есть она просидела розочка не знаю что с них тут будет как они выкарабкаются не выкарабкаются как они зиму перезимуют я даже не представляю нужно надписать на них вот пока мид на тамблю мид на тамблю вот почему-то я такие розы полюбила раньше не айс как любила сейчас вроде бы мне понравились они вот они маленькие маленькие розочки мне всегда нравились сейчас пойду бутылки большие принесу для них особенно вот для этой потому что там дырочек нет и вот что еще я где-то в каком-то ролике видела сейчас покажу что я видела здравствуйте что это вы хромаете а просто уставший всего понятно так и вот что я видела что я идите вот такая роза свет симфония уже говорила о ней она похожа на принца монако вот выпадает напоминает она мне принца монако посмотрите какая она здоровая листва у нее шикарные здоровая и даже у нее я вижу несколько бутонов вот видно то мне не видно ослепляет посмотреть несколько бутонов и она зимовала хочется сказать ночевала ну да для них это ночь для нас зима все точно также зимовала под бутылками бутылками я накрывала их и вот где-то я слышала что якобы люди спрашивают что за розочка я тоже забываю что за розочка вот так вот я написала говорят что карандаш не смывается дождем и не выгорает на солнце проверим проверим вот я воткну двумя руками конечно потому что одной неудобно ох и карандашы кто-то меня выскочил все получила вот ну и буду сейчас заниматься буду бархатство сажать потому что времени нет вот и никак я не посажу все цветы еще еще петуни даже тут не сажала но там чтобы вот тюльпаны никак не цветут вот мучаются мучаются надо бы их уже и обрезать ну пусть они же тоже как обрезать обрезать только вот эти вот где семена завязываются так я не собираюсь их обрезать не не Они должны набрать витаминов, всевозможных сахаров, чтобы зацветить в следующем году. Не просто так. Так, ну что, хосточка моя, как ты не будешь доставать, чтобы на тебя залазили слизни-слизни в море? Вот, сколько я уже видела их море-океан, как говорится. Ну что ж, сейчас я воткну вот эту вот надпись, ну и пойду сажать бархат. Земля уже высохла, береза пьет. И хорошо, что вот крапиву, ведь крапиву стелила, не так будет жарить земельку. Ну и можно уже мульчуновую положить, конечно, не вот такую. Просто это очень много и пахнет она очень поначалу. Сейчас уже все, запахи прошло, потому что я поливала-поливала ее. Вот, вроде бы, да и она и так выветрилась, наверное. Ну все, пойду работать. Очень сильно хлорозит мой дельфиниум, он беленький. Вот белая ромашка здесь и белый дельфиниум. И вот эта вот малышечка, я думаю, тоже, наверное, дельфиниум. Их много было. Вот, но здесь земля плохая. Фактически весь компост из старых листьев, которые здесь собирают дворники. Вот, решила я снова, я не знаю, может спасу его, может нет. Вот, снова хелатом железа диамофосочку подкопала. Вот, потому что, говорят, некоторые удобрения, если их не закопать мгновенно в землю, они улетучиваются. Я забыла, какие. Вы представляете, я, может быть, еще раз прослушаю Викусю. Вика, это которая семена Алтая. Ох, какая девочка умная, советую ее слушать, смотри. Вот. И вот, пролью сейчас здесь сыро. Нежелательно проливать, но ничего не поделаешь. Вот, сверху еще, потому что хелат железа. Еще немножко сверху, кого бы еще полить-то, я даже не знаю. Просто тоже, знаете, земля не сухая, поэтому особо заливать ее не нужно. Так что вот так вот, болеем и все. Любим мы солнышко. Вот тут, который я, наверное, туда и на горку посажу его. Ну, здесь ласты гвенят. Вот, видите, вот там вот, на горочке, там, где мы вчера с соседкой сажали, и тому так замечательно. Но там найти место очень трудно, но я постараюсь. Потому что, ну, белый такой, представляете, невероятно красивый белый. Так, ну что ж, ладно, буду собираться я домой, потому что не обработала себя от комариков. Вышло еще светло, ой, светло, солнце светело. Вот, поэтому комарики кусают так это хорошо-хорошо. Так, ладно. Вот такие маленькие кломбочки. Но вы не представляете себе, сколько тот работает. Это вот я бархатцы сегодня посадила. Конечно, залезла уже дальше некуда. Все, дальше только асфальт. Вот. Это же вскопай. Это же все перекопай, перепаши. Ой, завтра вот туда буду дальше капусту декоративную сажать. Вот туда тоже что-то, наверное, и бархатцы. Так. Тут, значит, посадила. А, ну да, это же я все прикрыла шиповником. Для того, чтобы коты тут не отдыхали. Они же любят. Разлеглась. И давай кайфовать. Ну, или, конечно, в туалет сюда ходить. Тут мягенько хорошо. Так. Здесь тоже все посадила, пролила. Вчера посадила, закончила. Маргариточки все. Вот пока вот сюда только досадила. Вот. Вот немножко пролила. Не знаю, может, собака не лазит. Потому что если у нас одна собачка, она любит вот сюда ходить писать. Вот. На эту гвоздику. Ну, ничего не могу поделать. Так. Все немножечко пролила. Хоть у меня и шланг есть проливать. Но, вроде бы немножко. Вроде бы и так провела. Так. Сегодня нам стригут всю зелень. Так. Здесь что посадила? Досадила немножечко тоже. Там цветочек. Тут цветочек. И опять целый день провела на этой клумбе. Вот. Я даже не знаю. Вот. Ну, клумбочка-то маленькая. Вот они. Тут немного места. Но целый день. Вот так вот. Здесь. А. Астр сегодня досадила. Ну, на этой клумбе все досадила. На той напротив. Еще нужно досаживать. Так. Сейчас я еще вот так вот покажу. И я уже ухожу домой. Не забуду. Красивые-красивые. Такие голубенькие. Так. Вот у меня, посмотрите. Астрочки как раз. Вот остались. Они у меня тут под кустиком. Бархатцы остались. Они у меня выгорели, кстати, на солнце. Так. Здесь глазки анеткины остались. Так. Там маленькие такие луковички. Их не знаю даже куда сажать. Короче, вот клематис наш подрастает. Вот. Уже какой. Кстати, я забыла его сегодня даже покормить. Ну, ладно. Покормлю. Попозже. Так что вот так вот. Очень много слепых побегов. Я не знаю, что с ними делать. Даже не представляю. Так. Тюльпаны пожелтели. Нужно их покормить. Вот. Видите, как пожелтели. Здесь не земля хорошая, а здесь сплошной компост, который из листвия. Я уже тысячу раз говорила. Одно и то же говорила, говорила. Да. Так. Ну что ж. На этом я, наверное, заканчиваю. Вот. На чем заканчивать. Я даже не знаю, на какой красоте. Вот. Какая. Посмотрите. Посмотрите. Какая красотка. А эта какая. А эта какая. Ну, все невероятные красивые. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.